Северное лето Не предвещая дождя, неторопливо плывут по небу легкие облака, причудливо меняя свою форму. Пышные кроны деревьев отбрасывают на зеленую траву прозрачные и подвижные тени. Хорошо лежат на прогретой солнцем земле, отдавшись блаженному состоянию отдыха, ощущать ласковое тепло солнца, запах травы, слышать сквозь дрему шерест листвы и погружаться взглядом в опрокинутое над тобой бездонное небо. Раскрытый тюник с красками, складной стул и зонт от солнца, непременные атрибуты художнического труда давно ждут, когда же снова их хозяин примется за свою работу. Вот таким отдыхающим в артистическом ничего не делании мы застаем юного Федора Васильева на картине Ивана Шишкина в церковной ограде, в Алла-Ан. В мимолетной жанровой зарисовке, включенной Шишкиным в пейзаж, можно вполне угадать юную беззаботность, артистизм натуры, что свойственны были Васильеву, несмотря на тяготы, в большом количестве отпущенные ему жизни. В начале лета 1867 года Васильев и только что вернувшийся из своего заграничного пенсионерства Шишкин, отправились на все лето писать этюды, работать над картинами на остров Вала-Ан. Несмотря на раннюю юность, Васильев к этому времени успел четко определить главный интерес своей жизни – искусство. Он еще не знал, что судьба отверила ему слишком короткий жизненный путь, который оборвется в 23 года, и из них останется всего 5-6 лет полноценного творчества. Но искрометное развитие таланта позволило успеть сделать столько, сколько далеко не многие художники успевают за долгие годы своего труда. Федор Александрович Васильев родился 22 февраля 1850 года в Гатчине в семье мелкого канцелярского служащего Александра Васильевича Васильева, воспитанника Санкт-Петербургского воспитательного дома, позже определенного в Гатчинский сиротский институт. К 19 годам он окончил полный курс наук и получил свою первую должность помощника учителя приготовительного класса, выдержав в Петербургском университете экзамен на звание уездного учителя русского языка. Продвижение по службе сначала шло вполне благополучно, но в 1849 году занимаемая им должность была упразднена, и начались мыторства мелкого канцелярского служащего по различным петербургским департаментам. КОНЕЦ Незатейливая карьера отца будущего художника завершилась должностью сортировщика газетной экспедиции в почтовом ведомстве. В его послужном списке, помимо перечисления всех должностей и увольнений, сказано, что недвижимого имущества за Васильевым никакого не значится. Там же упоминаются жена его Ольга Емельянова и их дети Александр и Роман, родившиеся в 1854 и в 1862 годах. Двое же старших детей, дочь Евгения и сын Федор, рожденные до официального вступления в брак, послужной список, не включены. Обстоятельство незаконорожденности в течение всей жизни тяготило над Федором Васильевым, безмерно осложняя и без того непростую судьбу художника. Его раннее детство прошло в бедной, почти нищенской обстановке. Вопреки неустроенности, семейным скандалам, подозрительности главы семейства у подростка складывался характер, противостоящий внешней среде. Возникали интересы, питавшиеся иными сферами, вырабатывалась манера поведения, отличавшаяся абсолютной самостоятельностью и независимостью. «Он, этот мещанин по происхождению, держал себя всегда и всюду так, что незнающие его полагали, что он, по крайней мере, граф по крови», писал Иван Крамской уже после смерти Васильева. В душе мальчика росла неудержимая тяга к искусству. Он проявлял незаурядные способности к музыке и рана, но ярко определявшуюся склонность к живописи. В 10-летнем возрасте Васильев уже не только рисовал, но и писал маслом пейзаж, один из которых в знак благодарности подарил на память учившему Васильева и его сестру элементарной грамотности Александру Скобичевскому, впоследствии известному литератору и литературному критику. Тот оставил краткие, но важные воспоминания о семье Васильева и его раннем детстве. В самом начале 1860-х годов подросток Васильев, возможно, по совету дальнего родственника матери Петра Ковалевского, близкого к литературному художественному кругу, поступил в вечерние классы рисовальной школы при обществе поощрению художников, где занимался вплоть до 1867 года. Рисовальная школа пользовалась среди тянувшейся к искусству молодежи большой популярностью. Она давала молодым людям основательные профессиональные навыки, подготавливая желающих поступления в Академию художества. В годы учебы Васильева там преподавали пейзажисты Аполлинарий Горавский, Александр Киселев, Михаил Марков, жанресты Алексей Корзухин, Фирс Журавлев. В 1863 году начал вести классы Крамской. Тогда же в течение нескольких месяцев в школе занимался Илья Ребен. По системе преподавания школы и ученики отрисования с простых геометрических фигур, а затем с гипсов переходили, наконец, к работе с оригиналов, которыми служили гравюры или фотографии с произведений известных мастеров русских и европейских. Так, копируя образцы, Васильев впервые познакомился с работами швейцарского пейзажиста Александра Калама, очень популярного в то время среди русских художников, с произведениями французских живописцев Розе Боннер, Шарля Жака. Рисовальная школа фактически была единственным профессиональным учебным заведением, которое окончил юноши. Обстоятельства его короткой жизни сложились так, что, будучи зачисленным в Академию художеств в 1871 году, он так и не успел начать. Занятия в ней. Занимаясь в рисовальной школе, Васильев одновременно определился в помощнике к одному из лучших реставраторов Петербурга, Петру Соколову, работавшему при Академии художеств. Перед мальчиком-подростком открылась таинственная и манящая сфера живописи. Он соприкоснулся с неведомой, сокрытой от глаз кухней старых мастеров. Высокое ремесло реставрации открыло пытливому юноше многие профессиональные приемы живописи. Помимо этого, ученичество у Соколова стало его первой самостоятельной работой, приносившей скромный, но столь необходимый заработок бедствовавшей семени. Ему рано пришлось осознать себя взрослым и ответственным за близких людей. В 1865 году умер отец, и Васильев оказался единственным кормильцем большой и плохо устроенной семьи. Он начал работать на почте по разборке писем, выполняя замизерную плату и другую случайную работу. Но это никак не повлияло на однажды и навсегда сделанный выбор жизненного пути, по которому он шел с исключительной целеустремленностью. Интерес и склонность к пейзажу определились у Васильева уже в рисовальной школе. Не только в переложениях с ландшафтных оригиналов, но и в первых самостоятельных работах художник отдавал предпочтение пейзажным композициям и этюдам. Его внутренняя настроенность на познание окружающего мира и собеседование с ним вполне соотносились с тем, какое место в положении в середине 1860-х годов занял пейзаж в иерархии жанров. В художественную жизнь России властно входило молодое поколение художников – Алексей Саврасов, Лев Каменев, Иван Шишкин, вводившие в сознание современников совершенно новое восприятие природы и понимание пейзажа как важнейшего живописного жанра. Васильев принадлежал тому поколению, которое естественно выбирало свое творчество, богатый опыт предшественников. Среди них Алексей Венецианов и его ученики с простым и доверительным отношением к природе. Сильвестр Щедрин и Михаил Лебедев с возвышенно романтическим взглядом на мир. Саврасов – самый талантливый выразитель, определявшийся к тому времени московской лирической традиции. И, наконец, Александр Иванов с его мудрым постижением величия природы. Ни прямыми заимствованиями, ни цитатами из картин предшественников, а посредственными путями шло впитывание и познание художественного опыта. В одних картинах Васильева угадывается интимная уютность освещенных солнцем пейзажей Лебедева, в других оживают ассоциации с крестьянскими жанрами венециановцев. Безискусственная простота многих зрелых пейзажей Васильева, заключающих в себе мощное чувство равенства природы и человека, возвращает память к великому опыту Александра Иванова. Наряду с этим Васильев хорошо знал картины своих современников-пейзажистов. Молодому, пытливому уму недостаточен был опыт лишь соотечественников. Васильев жадно впитывал впечатления, которые давало ему знакомство с европейскими мастерами. Еще посещая рисовальную школу и помогая в Академии художеств Соколову, он, как сам говорил, бегал в Кушелевку. В 1863 году в залах Академии была открыта завещанная графом Николаем Александровичем Кушелевым безбородка коллекция картин старых современных европейских мастеров. В нее входили пейзажи немецких художников братьев Освальда и Андреаса Ахенбахов, представлявших Дюссельдорскую школу. Она заявила о себе в середине XIX века, когда вокруг Дюссельдорской Академии художеств группировался довольно широкий круг художников, сформировавших особый тип романтического пейзажа с пафосом пространственного ландшафта, напоенных дождем облаков и ненастного неба. В основе живописных произведений лежал хорошо проработанный рисунок. Многому научился у дюссельдорских художников Шишкин. Отличительная привлекательность коллекции Кушелевской галереи состояла и в том, что она включала работы французских художников Камиля Коро, Шарля Дебени, Нарсиса Диаса де Лапенни, Жюля Депре, Канстана Трайона. Именно и творчество этих мастеров связаны с барбизонской школой живописи. Она сложилась во Франции в 1830-1850-е годы. Недалеко от Парижа, на окраине леса Фонтенбло, в живописной деревушке Барбизон, в разное время работали художники, основавшие направление в пейзаже, получившее название Барбизонской школы. Художники стремились быть ближе к природе, наблюдать ее жизнь, стоящуюся в восходах и закатах, густых туманах и изменчивости атмосферы. В их пейзажах ожила национальная природа, они ощутили красоту и поэтичность мира, в котором живет и трудится простой человек. В картинах французских пейзажистов Васильев увидел воспроизведение близких ему мотивов и состояний природы. Тенистые лесные дороги, деревни на берегу реки, тихие пруды, в которых отражается небо с бегущими облаками, порывы ветра, надвигающаяся гроза. А все эти простые сюжеты становились предметом внимательного рассмотрения и живописного осмысления, и на его холстах. О самых первых работах Васильева, возможно, нельзя было сказать, что они абсолютно оригинальны. Его чуткая натура увлекалась всем, что было сделано хорошего до него. Васильев подражал самому лучшему. Он открывал и угадывал это лучшее везде, часто по одному образчику. Он шел дальше, догадывался, что должно заключаться в том, что он еще не видел. Можно сказать, что он подражал всему и ничему исключительно, утверждал Крамской. Самая ранее известная нам ныне работа Васильева – небольшой этюд после дождя. Весна в Петербурге, исполненная им вскоре по окончании рисовальной школы. Будничность, даже прозаичность городских улиц преображается под взглядом и кистью художника. Несколько смещенная под углом композиция задает пейзажу определенный ритм. Он усиливается ощущение свободного гуляющего над городом ветра, что передается стелющимися дымами из труб и удлиненной формой облаков. Разбросанный ритм городской жизни подмечен художником в фигурах прохожих. Едущие пролетки, раскачивающиеся у стены дома люльки с рабочим. Пейзаж пронизан весенней влагой и свежестью, которые ощущаются в жидком замесе красочных мазков, свободно ложащихся на поверхность. Они не скованы жестким рисунком, и их бег подчиняется только руке и чувству художника. И в дальнейшем наиболее часто повторяющимися мотивами картин и этюдов Васильева будет состояние природы после дождя, грозы. Или в их ожидании, когда земля, деревья, небо живут интенсивной жизнью, и художник цветовыми соотношениями, выразительностью освещения будет стремиться передать эти разнообразные, живые состояния природы. В конце 1866 или в самом начале 1867 года состоялось знакомство Васильева с Шишкиным и Крамским. Общение и дружба с этими замечательными людьми и художниками стали главными жизненными и профессиональными университетами начинающего живописца. Лето 1867 года Василий вместе с Шишкиным провел на Валааме, в небольшом острове на Ладожском озере, ставшем для многих русских пейзажистов своеобразной меккой. Расположение острова, его уединенность, большой монастырь и малые скиты, укрывающиеся в лесных чащах, особый уклад и ритм островной и монашеской жизни, но главное, удивительно красивая, и хотя суровая природа, открывали перед художниками неисчерпаемые возможности для пейзажной живописи. В 5 месяцев с июня по ноябрь Васильев работал рядом с Шишкиным на Валааме. Шишкин только что был удостоен звания академика. Он был молод, полон сил и жажды творчества, и с удовольствием отправился с талантливым юношей на Валаам. В семье Васильевых Шишкин в это время был принят как родной человек. 20-летняя сестра Васильева Евгения стала невестой Шишкина, а в следующем году они опенчались. На Валааме художников догнало письмо Жени, обращенное к своему жениху. Из него, очевидным, становится бедственное положение семьи, вынужденной жить на 8 рублей в месяц. Федя пишет, что он в восторге от Валаама, но вот что нас опечалило в его письме, что у него не хватает денег, а нам решительно взять негде. Итак, если он будет нуждаться в деньгах, то помоги ему, голубчик-мальничка. И вот еще просьба к тебе. Не оставь брата, помоги ему выйти в свет. Смотри, за ним построже, ведь он молод и неопытен. Мамаша поручила тебе его, как родному отцу. Заботливое внимание к жениху и беспокойство за брата, его судьбу прочитывается в этих строках. Шишкину есть чем поделиться в своих знаниях и мастерстве. Высокой культуре рисунку, разнообразию приемов, передачи растительных форм, богатству живописной фактуры, пониманию композиции, всему этому учился Васильев у Шишкина. Но следуя за Шишкиным, усваивая его методы работы, Васильев, тем не менее, умел оставаться совершенно самостоятельным. Он учился у природы, самого великого учителя, и не просто созерцал ее, но допрашивал и штудировал как художник. Богатейшие разнообразия рельефа Валаама, поляны, освещенные солнцем, травы, пышнокромные источающие медоносный аромат липы, мрачные еловые заросли, непроходимые буреломы, отвесные скалы и озерная гладь обостряли наблюдательность, будили фантазию, давали свободу творчеству. Впечатления, полученные на Валааме, Васильев выразил во множестве рисунков. Рисовал он тонкоточным карандашом, замечательно чувствуя форму, объем, подчеркивая детали. Эта манера сохранилась у него надолго, и в ней он наиболее близок к Шишкину. Многие рисунки мыслились им как заготовки будущих картин. Не случайно они часто отчерчивались рамкой, а иногда художник рисовал и пышную большую раму, представляя общий вид будущей картины. На некоторых из таких композиционных студий он делал белые надписи. Результатом совместной поездки на Валаам стали не только рисунки, но и небольшая картина в церковной аграрии, старое кладбище Валаамского монастыря. Она погружает в атмосферу покоя, тишины, уединенности от мужской суеты и передает впечатление клонящегося к закату теплого летнего дня. Словно в соревновании со своим учителем писал Васильев эту картину. Пять месяцев, проведенных на Валааме, стали для Васильева еще одной замечательной школой. Общение с Шишкиным и другими художниками, работавшими на острове, убеждало его в необходимости не следовать в слепой чьей-либо манере. Важнейшей чертой натуры Васильева всегда оставалась восприимчивость, великое умение у многих, заимствуя многое, оставаться самостоятельным. Вернувшись с Валаама, Васильев решился впервые выставить на суд зрителей и своих собратьев-художников исполненные залепо рисунки и этюды. Вместе с работами Шишкина они были показаны на выставке «Общество поощрения художников». А один из этюдов на острове Валааме Камни был приобретен Павлом Сергеевичем Строганом, крупным меценатом, игравшим большую роль в обществе поощрения художников. Он серьезной заинтересованностью воспринял работы 17-летнего художника и затем с вниманием следил за его развитием и успехами, деятельно покровительствуя молодому таланту. Отныне имя Васильева прочно вошло в художественную жизнь Петербурга. Творческое и духовное развитие Васильева вошло так стремительно, словно узнал наперед, что судьба отпустила ему слишком мало времени и нужно успеть сделать как можно больше. Не упустите своего внимания и памяти ни одного мира, какой дарует жизнь. Окружающие поражались его феноменальной одаренностью. Она проявлялась во всем, в быстроте и легкости, с которой воспринимались им профессиональные навыки и накапливались знания из самых разных областей. Удивляли его начитанность, знание многих предметов, умение глубоко судить о вещах сложных, при том, что возможности получить систематическое образование у него попросту не было. Природная одаренность позволяла ему все схватывать, казалось, на лету, а глубокая натура перерабатывала знания в серьезную систему. Учился он так, что казалось, будто живет в другой раз и что ему остается что-то давно забытое, только припомнить, удивлялся его способности Крамской. Он был легок и талантлив в общении с людьми, а некоторая заносчивость молодого характера, когда он сразу и категорически выносил суждения о картинах или людях, явлениях в искусстве, поначалу настораживал. Но верность в метких оценках, чистота и свежесть чувств, беспредельная откровенность, это слова Крамского, вынуждали прислушиваться и принимать их. В возникавших спорах художников об искусстве, когда ругали русских, хвалили иностранных, а перед именами Ахенбаха и Кнауса чуть не все складывали оружие, один Васильев не унимался. С молодой дерзостью он все светило обозвал рутины, утверждая при этом, что только натура, одна природа может быть великим учителем. И выживая кипучая натура, звонкий смех, чарующие остроумие, веселый интерес к жизни притягивали к юному Васильеву многих и многих людей. Шишкин в начале 1868 года впервые привел своего юного ученика и друга на знаменитые четверговые вечера артели художников, возглавляемый Крамским, который пользовался непререкаемым авторитетом. С этого момента началось сближение Васильева и Крамского, переросшее в настоящую полную мужскую дружбу, принесшую много творческих радостей одному и другому. Разница почти в 14 лет, настолько Крамской был старше Васильева, ни в малейшей степени не мешала их дружбе. С музыкальным инструментом, который своими чарующими звуками изумляет слух, сравнивал Васильева Крамской. В его легкости и серьезности одновременно было что-то моцартовское. Окружающих поражало, как успевал юноша, побывать на всех выставках, вечерах, встречах с друзьями, художниками, и при этом серьезно, многое вдохновенно работать. Казалось, легким мячиком скакал он между Шишкиным и Крамским, и оба его учителя полнели от восхищения гениальным мальчиком. Писал позже о Васильеве Репин, сам восхищаясь его разносторонней талантливостью и поэтичностью натуры. «Мне думается», продолжал свои воспоминания Репин, «что такую живую поэтическую натуру при прекрасном сложении имел разве Пушкин?» Любовь к красивым и дорогим вещам в повседневной жизни, умения и желания модно одеваться, делали у Васильева немного франтом. Но это внешнее качество полностью перекрывалось содержательностью его внутренней жизни. В конечном счете характер Васильева, его восприятие мира, природы, его отношение к искусству как высшему проявлению творческого духа, полнее всего выразились в созданных им произведениях, больших и малых картинах, этюдах, рисунках, сепиях, акварелях. Первый публичный успех был связан с конкурсом «Общество поощрения художников» 1868 года, на котором Васильев экспонировал картину «Возвращение стада» и получил за нее первую премию по ландшафтной живописи. Конкурсы эти были учреждены всего несколько лет назад по инициативе и на средства Павла Строганова. Первый подобный конкурс состоялся в 1865 году. Васильев, начиная с 1867 года, участвовал в них ежегодно и всякий раз удостаивался первой или второй премии по пейзажной живописи. Возвращение стада с конкурсной выставки приобрел Павел Михайлович Третьяков, уже в то время бывший самым уважаемым собирателем русской живописи. Сам этот факт стал общественным признанием молодого художника. Приближающаяся гроза торопит вернуться в деревню женщину и девочку, сопровождающих стадо овец. Порывы ветра треплют подолы юбок, поднимают пыль на дороге, клонят к земле травы, срывают листу с деревьев, испуганная стая птиц мечется над землей, а в небе сгущаются, движутся, наползают друг на друга тучи. Пространство неба соперничает с пространством земли. Далее еще окрашены светлые тона, но тень от белой тучи уже накрывает землю. Движение света и тени в картине выражают романтический характер. Общая схема картины с изгибающейся дорогой, группой деревьев и жанровым мотивом, включенным в общестрой полотна, часто использовалась и русскими, и европейскими художниками. Подобные композиции можно встретить у немецких пейзажистов Дюссельдорской школы и у французских мастеров. Василий внимателен к их опыту, но самостоятельен в создании чисто русского пейзажа с присущим ему свободным равнинным пространством. Возвращение стада стало своеобразным итогом летних месяцев 1868 года, которые Васильев вновь проводил вместе с Шишкиным в окрестностях Петербурга, то в деревне Константиновка близ Красного села, то в Парголове, то в северных отрогах Валдайской возвышенности в селе Вереби. Это было время накапливания опыта, поисков своей темы, вырабатывания своего живописного языка. Мотив стада пасущегося или возвращающегося в деревню, остановившегося на водопой, часто повторялся Васильевым в беглых набросках, основательно проработанных рисунках, изысканных по цвету сепях и, наконец, живописных произведениях, требовавших от художника более полного обобщения и целостности в живописном и эмоциональном отношениях. В самих сюжетах подобных произведений есть определенное сходство с картинами барбизонских пейзажистов. В их произведениях частые аналогичные жанровые мотивы, но это обращение к художникам, близким Васильеву своей ясностью, простотой и вместе с тем лирико-романтическим восприятием природы, окрашенной активно участвующим чувствам, оставалось для него некой опорой, отталкиваясь от которой он совершенно самостоятельно решал свои образные и живописно-пластические задачи. Так как сумел он это сделать в замечательных по свободе и смелости живописи в небольших картинах «Деревенское утро» или «Водопоя». Они содержат в себе задатки будущих удач и живописных открытий и Васильевских произведений. У него возникла целая группа произведений «Летний жаркий день», «Перед грозой», «Близ красного села», «Пейзаж с фигурами», в которых разрабатывался определенный тип пейзажа с дорогой, начинающейся у края картины и огибающей купу деревьев. Они отмечают центр композиции и их пышные кроны красиво рисуются на фоне неба. Всегда в этих пейзажах фигурки людей составляют единое целое с миром природы, где так естественно протекает их ежедневная жизнь. Тема деревенского пейзажа в это время сильно занимала Васильева. В картинах «Деревенская улица» и «После грозы», воспринимающихся как парные, повседневные, обыденные, не становятся будничным, но предстают как поэтически воспринятые и пережитые. Дорога оказывается смысловой и доминантной картиной. Избы типичной северной деревни обычным порядком выстроились вдаль улицы до ровни. Размеренно течет крестьянская жизнь с давно сложившимся укладом. Воз сеном въезжает в деревню, крестьянка с хоростом тянет за руку мальчонку, а у поленец трудятся два мужика. Над этой, известно повторяющейся в своих самых простых проявлениях жизнью, бедными избами, размытой дождем дорогой и повседневными заботами людей, поднимается высокое торжественное небо. Облака, озаренные мягким золотистым вечерним светом или еще полной дождевой влагой, вносят в обе картины ноту поэтического озарения, которое снимает повседневный прозаизм с жизни людей, слиянных с природой. Поэтическая окрашенность мыслей, скромная простота сюжетов невольно возвращают память к инициановской традиции и опыту. Деревенский двор еще более заставляет ощутить эту внутреннюю связь времени, которую можно назвать общей памятью искусства. Не только у Венецианова и его учеников, но и у Шишкина исходные сюжеты. Васильев искал в искусстве прошлого созвучие своим интересам. Обращение художника к авторитетам, к прошлому опыту вовсе не означало слепой подражательности. Серьезная, ищущая натура молодого художника не могла не присматриваться, не увлекаться всем, что сделано до него. Наряду с велико-романтической возвышенной нотой восприятия природы и всего, что связано с ней, у Васильева определенно наметилась и иная тенденция. Интерес к жанровому пейзажу, окрашенному сильно звучащей социальной нотой. Не видеть нищеты деревни, тяготь жизни простого человека было невозможно. Вид в Парголово, деревня, проселок. После дождя подобными картинами Васильев оказывался включенным в общий поток социально звучащего пейзажа 1860-х годов. Свою духовную сопричастность и сопереживание тяжелой к доле людей Васильев не однажды и в будущем выразил своих полотнах. Новыми поисками в творческом движении молодого живописца был наполнен следующий 1869-й год. По приглашению графа Строганова он вместе с его семьей провел лето и осень в имении графа сначала в Тамбовской губернии в селе Знаменское, затем на Украине под Сумами в селе Хатим. Строганов принадлежал к знаменитой фамилии крупнейших земледельцев России. Их история своими корнями уходит в далекий 16-й век и связана с пермскими соляными разработками. Помимо этого род Строгановых дал России немало представителей высокообразованных, заботившихся не только о собственном благе. Богатые имения Строгановых находились во многих российских губерниях. Знаменское живописно расположенное услияние рек Цны и Корьян окружено озерками с густыми зарослями камышей, протоками с топкими берегами, поросшими осокой так, что человека на лошади укрывают. Слава Васильева. Удивительно, как в истории переплетаются человеческие судьбы. Эти земли в Тамбовской губернии были когда-то родовыми владениями Загряжских. И в Знаменском в августе 1812 года родилась и прожила первый год жизни Наталья Николаевна Кончарова. А посредственно в связи с этим возникает имя Пушкина. Знал ли и думал ли об этом Васильев, приехавший в эти места. Он был счастлив этим летом той массой впечатлений, что так щедро обильно вошли в его жизнь. В письмах, которые он писал драгоценной маме раскрывается чистая, преданная близким людям душа почти еще мальчика. Постоянная забота о них звучит в каждом письме. Достает ли денег, продалась ли картина, как здоровье сестры Жени и обожаемого и младшего брата Романа. Васильев заботился и о том, чтобы Иван Иванович Шишкин не утруждал себя письмами, сберегая свое время для работы. Но главное, каждая строка раскрывает чуткую душу художника, жадно впитывающую всякие впечатления, начиная от мелькающих за вагонным окном пейзажей и бытовых сценок, и включая разнообразие занятий, которыми оказывается наполнена его летняя жизнь. Все, что он видит, не становится праздным, ленивым любопытством, но остро выхватывается художническим взглядом и цепко удерживается памятью. Ему интересны прихотливые по контуру ряды ветел, посаженных вдоль железного полотна дороги и тянущихся нескончаемой полосой, сама дорога темно-лилового цвета, длинный обоз с фалами из Астрахани, плетущиеся целые месяцы, ребятишки и бабы с флагами в руках, встречающие пояса, наконец, величественная радуга, выступившая сквозь дым и туман. Я всем наслаждался, всему сочувствовал и удивлялся, все было новым. С удивлением и восторгом писал Васильев. Я никогда не видел столько скота, птиц, никогда не испытывал этого чудного впечатления дороги, именно чудного. От всего старого разум оторван, нет этих ежедневных мелких забот, новые места, люди, а следовательно, впечатления обступили со всех сторон и не дают умирать мысли и чувству. Все, что наблюдал Васильев, складывалось у него в такие полные жизни и силы картины, что это потребовало своего воплощения в рисунках, этюдах, холстах. В самом знаменском его поразила степень. Если бы ты видела Женя степи, я до того полюбил ее, что не могу надуматься о ней. Его захватило бесконечность степного пространства, когда под ногами травы, цветы, посевы хлебов, жужжание пчел и немолчный звон кузнечиков, а над головой спорящее с безмерностью земли небо. В нем тоже происходила своя жизнь. Это была или бездонная синева в ясные дни, или, что особенно увлекало художника, движущиеся, меняющие формы, цвет, даже тяжесть облака. Впервые он с увлечением писал небо еще в прошедшее лето. Константиновки вместе с Шишкиным изучал и стремился в акварелях, рисунках, этюдах выразить поразившую его небесную сферу. Сейчас же пространство степи и бесконечность небесного свода особенно оказались созвучны натуре Васильева, его художественному воображению. Впечатления, полученные здесь, надолго сохранились в его памяти. К ним он возвращался при иных обстоятельствах. Тосковал, невозможно вновь увидеть эти места, пережить подобное впечатление. Особое удовольствие он испытывал, встав на рассвете и уйдя с ружьем в руках в просыпающую счастье. И тогда признавался он, забываются всякие этюды. И еще новые сильные впечатления пережил художник этой же осенью, когда вместе с семьей Строганова уехал в другое его имение Хатень под Сумами, где пробыл до конца октября. Здесь его окружила другая природа, могучие деревья, несколько обхватов, тополи своими верхушками теряются в небе, дубы, целый лес. Он приходил в восторг от прекрасных деревьев, сменивших в его рисунках и этюдах степные пейзажи. Позже, уже в зимнем Петербурге, им будут закончены начатые картины. Но одна из них здесь же, Хатенье, была подарена Строгану. Это полная умиротворенной тишины картина «Вечер». В ее бесхитростном мотиве, спокойном композиционном ритме, в том, как солнечные лучи окрашивают вершины деревьев, как вечерние тени ложатся на землю, и в общем золотом колорите выражена ясная, спокойная лирика вечернего настроения. Настоящим лирическим шедевром этого года стала картина «После дождя». Удивительно чутко воссоздал художник в этом небольшом произведении привлекательным чисто васильевским обаянием и эмоциональной полнотой состояния и изменчивость природы, сначала напоенной дневным жаром, а затем омытой от пыли и зноя теплым летним дождем. Он передал ясное умиротворение природы и за дня в день соприкасающегося с ней человека. Небо и деревья окрашены мягким золотистым светом заходящего солнца. Успокоились дневные ветры и прошли дождевые потоки. Лишь деревья роняют на землю последние капли дождя, да лужи на дороге напоминают о нем. Вряд ли знал Васильев о словах Третьякова, примерно в это время обращенных другому пейзажисту Гарахскому. «Дайте мне, хотя лужу грязную, но чтобы в ней правда, поэзия была. А правда и поэзия во всем может быть, это дело художника». Это и многие другие картины Васильева отвечали эстетическим подребностям времени. Поэтическое сопереживание и романтическая взволнованность захватывали всякого, кто соприкасался с такими простыми невыдуманными пейзажами молодого живописца. Васильев выработал к этому времени и свой живописно-пластический язык, который ни в коем случае не стал мертвой системой. Для него характерно бесконечное разнообразие творческих решений. Он чаще всего любил работать небольшими колонковыми кисточками, послушными руке каждому самому легкому ее движению. Густо наполненная краской кисть оставляет на холсте многообразные фактурно выявленные формы растительного мира. Свет по-особому воспринимается активной и разнообразной поверхностью картины. Благодаря казалось бы чисто техническим приемам и главное тому, что движение и жизнь света на холсте передается не диссонансным сопоставлением, а с гармонированностью тонов соотношения Земли и небесных сфер. Каждая его новая картина становилась своеобразной живописной поэмой со своей особой эмоциональной атмосферой. обращаясь к традициям к тому, что можно назвать памятью искусства, Васильев создавал и свою традицию, на которую опирались не только художники следующих поколений, но и его современники. Наблюдая за работой Васильева, Шишкин вносил в свои этюды большую живописную мягкость и свободу. Репин с удивлением отмечал, что этот юноша, не учившийся в Академии манерой своей работы подсказывает ему такие ясные и верные композиционные и живописные решения, которые не приходили в голову ему, уже окончившему Академию художеств. В жизни Крамского Васильевский опыт и сама личность художника оставили глубокий след, повлияв и на живопись, и на самого замечательного мастера. В селе Репины Васильев близко сошелся на четверговых вечерах артеля художников Крамского. Именно Васильев подсказал Репину, задумавшему в это время писать картину о бурлаках, ехать на Волгу. Именно там, считал юный художник, можно встретить настоящий тип бурлака, соприкоснуться с истинной природой. Он настойчиво убеждал Репина в том, что чем проще будет картина, тем художественнее. Репин удивлялся, откуда мог так все верно знать и предвидеть этот мальчик, временами даже раздражавший своим менторским тоном. Их общий друг Крамской убеждал Репина, что такой одаренной натуры, как Васильев он не встречал. Его можно сравнить с баснословным богачом, который при этом щедро, сказочно бросает свои сокровища полной горстью направо и налево, не считая и даже не ценяя их. Компания из четырех человек ее составляли Репин, Васильев, художник Евгений Макаров, товарищ Репина по Академии художеств и брат Репина Василий, готовившийся стать музыкантом. Но добытые от общества поощрения художников деньги, они в конце весны 1870 года отправились на Волгу. Друзья проделали путь от Твери до Саратова, обосновавшись в окрестностях Самарского Ставрополя напротив Жигулей. Для Васильева Волжская поездка проходила в своеобразном творческом соревновании с Репином, как раньше это случилось на Валааме с Шишкиным и вновь трудно сказать, чье влияние оказалось сильнее и значительнее. Репин признавался, что упоение Васильева работой, его неутомимость, готовность и возможность рисовать или писать этюд в самых для этого неудобных положениях поражали его, зажигали готовностью самому включиться в соревновательный марафон. Рисунки и этюды Васильева всякий раз покоряли легкостью, точностью и артистизмом исполнения. Наблюдая работу Васильева, Репин позже с удовольствием восклицал в воспоминаниях, как он чувствует пластику всякого листка, стебля. Так они у него разворачиваются, поворачиваются в разные стороны и прямо ракурсом на зрителя. Какая богатейшая память у Васильева на все эти даже мельчайшие детали. А потом ведь обобщает картину до грандиозного впечатления. Окончательность без сухости навсегда останется важной чертой живописного метода Васильева. Этим качеством восхищался Крамской, отмечая, что оно дает возможность не только узнавать предмет безошибочно, но и наслаждаться красотой предмета. Поездка на Волгу оставила неизгладимый след в душе художника. Васильева покорили мощь великой реки, необозримую шире форских просторов, царственное величие ее течения, легкие утренние туманы над водой. смягчающие очертания предметов и деталей, лунные ночи, делающие причудливыми, неузнаваемыми окрестности. Посмотри, какие звезды, обращался Васильев Крепину, бездонное небо, и какая широта туда, вдаль, за Волгу, а над всем Творец, какая красота. под под несомненным влиянием Васильева и Крепина увлекся пейзажами. Его поражало, как умел Васильев при плотности общего тона передавать солнечность пейзажа. Вот оригинально, так темно и так солнечно, удивляюсь я. Вслед за Васильевым он восторгался небом, облаками, стремясь уловить их вечную изменчивость и не переставал удивляться, как все новые и новые мотивы неба жизненно трепетали у Васильева на холсте. Художники не расставались с дорожными альбомами и карандашом. Волшебный магический карандаш Васильева точно фиксировал особенности проплывавших мило пейзажей. Его тонко заостренный карандаш с быстротой машиной вычеркал по маленькому листку его карманного альбомчика и обрисовывал верно и впечатлительно целую картину крутого берега с покрыгившимися над кручами домиками заборчиками с остроконечными колокольнями вдали. Когда вдруг под руками Васильева не оказывалось его альбома а воображение покорял новый пейзаж возникала неожиданная картина природы он делал рисунки и быстрые эскизные наброски в дорожных альбомах у Репина. На соседних листках появлялись сходные пейзажи поиски композиционного решения для бурлаков беглые портретные зарисовки спустя десятилетия специалисты будут спорить какой из рисунков принадлежит Васильеву какой Репину столь близко сходились в эти моменты техника и манера таких разных мастеров по возвращении я его почти не узнал признавался Громской до того в какие-нибудь четыре месяца он вырос и сложился успехи его в это время были грандиозны Васильев работал много и страстно в каждую большую или малую вещь вкладывал тот огонь что сжигало его постоянно без участия сердца он работать не мог слава Крамского сотни рисунков десятки живописных этюдов исполненных Васильевым в эти летние месяцы легли затем в основу его больших полотен которые писались в осенние и зимние месяцы в Петербурге больших картин было исполнено четыре крестьянская семья в лодке берег Волги после грозы волжские лагуны вид на Волги барки две последние остались не вполне завершенными но это не мешает причистить их к высшим Васильевским удачам каждая из картин исполнена в своей неисходной с другой манере что это неустойчивость мастерства поиски самого себя или присутствие художественной натуре Васильева такого диапазона дарования который давал ему возможность использовать самые разные стороны своего таланта с необозримым пространством великой реки и величавой дугой берега в картине берег Волги после грозы соединяются простые но в окружении этой природы становящиеся такими значительными действия рыбаков складывающих сети причаливающих лодки разжигающих костер на берегу картина пронизана торжественным ритмом не просто жизни но бытия людей и как всегда у Васильева эмоциональную ноту произведения определяет небо оно занимает две трети пространства картины осеняя и благословляя собой протекающую на земле жизнь впечатления полученные на Волге никогда больше не оставляли художника они воскресали в нем в неожиданные моменты например в Крыму когда при виде другой могучей стихии моря в его памяти вдруг среди этого спокойствия и наслаждения как-то сам собой ярко выступит другой загнувшийся песчаный берег с одной стороны песчаный с другой удивительное слияние возвышенного и земного ушедших но незабытых традиций венецианова в частности его ученика Григория Сороки и проведения будущих интересов искусства которые заявили о себе в начале 20-го стабетия в пейзажах Абрама Архипова являет собою пленительная картина крестьянская семья в лодке в общем эмоциональном ключе написанный пейзаж и составляющая с ним полное единство жанровая сцена они равнозначимы структуре произведения замедленной пластике движений людей крестьянин правит лодкой мальчик склонился к воде крестьянка кормит грудью младенца вторит природу умиротворенная спокойными вечерним озарением не до конца оцененной не только современниками но и следующими поколениями стала замечательная картина Волжские лагуны она кажется не вполне завершенной слишком в сравнении с другими работами Васильева да и его современников этой же поры свободна и широка живопись картины когда-то Васильев говорил Рябину насколько любит он работать маленькими кисточками четко определяя форму и ненавидит писать широкими квачами Волжские лагуны работались широкой кистью при размере холста обобщенности цвета в свободном разлете земли и неба подобная живопись представляется художественно оправданной у Васильева природа всегда живет взволнованной напряженной жизнью предгрозовое освещение неба отражение на земле меняющегося небесного света придает всей картине характер ожидания надвигающейся бурной стихии разнообразный рельеф с неровностями земли овражками речными протоками холмом на который забегают тропинки помогает ощутить масштабность волжской природы живописную свободу которая так естественно проявилась в этой картине Васильев и в небольших натурных этюдах позволял себе не однажды например когда делал быстрый этюд деревьев над хотенью или изображал спутанные ветви берез в дороге в березовом лесу писал черные облака над селом Кристинским самую раннюю свою пору или тучи над холмами уже работая на Волге для Васильева очень много значило изображений в этюдах рисунках а затем и в картинах неба такого внимательного наблюдения над его жизнью такого разнообразия в лепки облаков то разбросанных по голубому сходу то вырастающих в гигантские архитектурные сооружения мы не знаем более ни у одного живописца когда-то вместе с Шишкиным Васильев начинал изучать строение облаков но для Шишкина это осталось эпизодом его творчестве хотя и очень важным а у Васильева эти наблюдения жизни неба стали одним из определяющих элементов его творческих поисков в 1894 году страстный живописец и кристальной чистоты человек Николай Г сказал о Васильеве которого не было на свете уже более 20 лет замечательные слова молодой сильный всего 5 лет живший как художник начавший сам свое самообразование достигший высоты громадной он в немногочисленных своих произведениях открыл нам небо живое мокрое светлое движущееся небо и те прелести пейзажа которые мы не видели до него в русских картинах самая полная по своему образному и содержательному смыслу живописному воплощению стала рожденная волжскими впечатлениями картина вид на Волге барки все то что в различной степени с разных сторон разнообразными гранями находило воплощение других работах в барках прозвучало в полный голос картина стала утверждением самостоятельности Васильева его творческой свободой и залогом новых возможных открытий Волжская поездка свидетельствовала о том что художник Федор Васильев состоялся Творческая жизнь Васильева была так спрессована что каждая его значительная картина становилась отдельной главой жизни всякий раз отмечая взросление мужа не мастера ни одно из произведений молодого живописца не взывается к снисходительности осенние и зимние месяцы 1870 1871 годов в Петербурге и Москве были наполнены напряженной художественной жизнью писался устав товарищества передвижных художественных выставок первого свободного творческого объединения русских художников готовилась к открытию первая выставка товарищества Васильев был среди тех 23 живописцев что поставили свои подписи под документом обосновывавшим необходимость создания этого объединения он активно участвовал в обсуждениях спорах планах предшествовавших этому важному в истории отечественного искусства событию не случайно уже живя в Крыму и получив от Крамского письмо с подробным рассказом о первой передвижной Васильев с грустью и гордостью за товарищей писал «Много радости но многое горе принесла мне эта выставка радости потому что осуществилось то в чем я чуть-чуть был замешан и горести от того что я сам не могу гнаться вместе с вами нас «Васильев» мог бы участвовать в выставке товарищества своей картиной Она явилась результатом опыта, приобретенного в работе над волжскими темами, да и более ранних трудов и размышлений художника. Своеобразным итогом, проводящим черту под всем, что сделано Васильевым до отъезда в Крым, стала эта картина. Он писал ее с зимой 1870-1871 года и показал на московской выставке «Общество любителей художеств». В выставочных залах на Большой Дмитровке тогда произошла удивительная встреча двух картин, определивших с самим фактом своего рождения начало новой эпохи в пейзажной живописи, того, что Крымской назвал присутствием души в пейзаже. Этими картинами стали «Грачи прилетели» Алексея Саврасова и «Отепель» Федора Васильева. Как ни странно, картина петербургского живописца была особенно благожелательно отмечена московской критикой. Обе картины, появившись в один год, близки друг к другу по главному смыслу, не к содержащемуся. Вместе с ними в пейзажную живопись пришло подлинное и поэтическое соединенное с социальным пониманием родной природы, утверждение высокоэтической ценности, обыкновенных ее мотивов. На конкурсной выставке Петербургского общества по оштению художников в том же году Васильеву была присуждена первая премия. Тут же с выставки картину приобрел Павел Третьяков. Она стала третьей по счету картины Васильева в Третьяковской коллекции. Это много значило для любого художника той поры. Если первым приобретением Васильевской картины «Приближение грозы» в 1869 году «Московский собиратель» только присматривался к юному дарованию, то сейчас он определенный сознательно остановил свой выбор на картине глубокого человеческого содержания и эмоционального звучания. Душевной печалью, человеческим страданием и долготерпением веет от этого пейзажа. Скупые, почти монохромные краски картины, На сложных тональных взаимоотношениях серого, коричневого, глухого, зеленого цветов построил Васильев красочную гамму картины. Сквозь плотные тучи пробился робкий свет и оживил молчаливую равнину, по которой тянется дорога. Уходящая в бесконечную даль, рождая мысли о жизни и непростой судьбе человека. С подобными пейзажами, равнинами, протяженными, которым нет конца и края, связаны народные песни, тягучие, унылые, грустные. В них изливается вековая боль, страдания и надежда. Все это своей живописной интерпретацией выразил художник. Именно поэтому, сколько бы ни прошло времени, как бы ни менялась жизнь, созданный им образ вечно будет волновать человеческую душу, будут сильные чувства, вызывать любовь к такой бедной и к такой родной земле. Чувствуя неординарность этого произведения, великий гнязь Александр Александрович, будущий император Александр III, заказал художнику повторение картины. Когда-то она украшала Анечковский дворец, а ныне находится в Государственном русском музее. Повторяя картину, Васильев искал новую колористический ключ пейзажа, написав ее в несколько более светлой тонарности. Этот вариант оттепели в 1872 году был отправлен на Всемирную выставку в Лондон, и там получил многочисленные признательные отзывы британской прессы. Лондонские критики писали о том, что русские живописцы, имелся в виду Васильев, обладают способностью придать живописную смелость даже запустелости. Картина выполнена господином Васильевым с такой своеобразностью, что навряд ли кто не признает тут присутствие самого высокого таланта. Нечасто европейская критика отмечала на выставках произведения русских живописцев. Крамской считал, что Васильевская оттепель породила целую серию зимних пейзажей у других русских художников. Он писал Васильеву. Картина оттепель такая горячая, сильная, дерзкая, с большим поэтическим содержанием, и в то же время юная и молодая, пробудившаяся к жизни, требующая себе право гражданства между другими. Оттепель не стала неожиданной и случайной удачей Васильева. Ей в разные годы предшествовали другие произведения, близкие деревенской темой, эмоциональным настроем и так часто варьировавшимся художникам, мотивом дороги. В картине «После дождя. Проселок» или замечательной «Акварели после проливного дождя» главной стала тема дороги, требовавшая от художника особого чувства масштабности пейзажа. Освоение в этих произведениях открытых широких пространств, а в проселке и остро заявленной социальные доминанты, словно и дождь перестал проливать слезы над такой безнадежностью, как тонко определил свое восприятие картины, замечательный музыкант и писатель об искусстве Бориса Сафьев, подготавливала почву для создания на новом этапе творческого сознания такого обобщающего живописный и эмоциональный опыт произведения, как «Оттип». Жизнь Васильева, не считая кратких летних отъездов на Валаам или в Тамбовскую губернию, была целиком связана с Петербургом. Он по-настоящему любил этот город и хорошо знал его. Любил встречи и споры с друзьями. Посещение выставок, четверги у Хромского, где до хребата испорили о старом и новом в искусстве, обожал бегать в кушелевку. Все это исподволь питало творчество, не давало застыть и засохнуть чувством и воображением. Любовь к родному городу вполне материализовалась в том, как тема Петербурга звучала в творчестве Васильева. Ни виды города, ни городские перспективы и ни панорамы с величественными дворцами занимали его воображение. Его увлекало то, что рождало эмоциональное восприятие городского пейзажа. Начиная с одной из самых ранних работ после дождя весна в Петербурге и позже в более зрелых петербургских пейзажах, Васильев искал пути к тому, чтобы точно выразить необычность освещения, влажность петербургского воздуха, эффект догорающий или, наоборот, нарождающийся заре. Через внешние признаки он сумел передать неповторимость петербургской атмосферы. Для него важно было выразить ощущение единства города и природных стихий, дождя, заката, вечерних освещений, ночных улиц. Иллюминация в Петербурге воссоздает необычность и эффектность праздничного освещения с ярко-горячими фонарями, фейерверками. И на этом фоне темные обобщенные силуэты людей и кромат станет. Быстрыми, почти схематичными, но очень живыми мазками в другом пейзаже на Неве, Васильев пишет собор с огромным куполом, теснящиеся к берегу дома, их отражения в Неве, парусники и, надо всем, небо с облаками разнообразной формы, освещением и отражением этого небесного света на домах и воде. Благодаря этой световой феерии, небольшой городской пейзаж живет в натурном этюде, насыщенной эмоциональной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Своебразным предвосхищением искусства последующих десятилетий воспринимается еще один петербургский пейзаж – заря в Петербурге. Город спит, окутан мглою, чуть мерцают фонари, Там, далеко за негою, вижу отблески зари. Эти блоковские строги о Петербурге возникли много лет спустя после картины Васильева. Но что-то общее родит их. Силуэты знакомых зданий намечены бегло, но образ города, его пространство, атмосфера, переданная чутко, с особым трепетом. Силуэты знакомых зданий намечены бегло, но образ города, его пространство, атмосфера, переданная чутко, с особым трепетом. По существу, это приближение к пейзажу настроения и вместе с тем начало того пути, по которому пошли художники кругом мира искусства. Думалось, что так удачно начавшийся 1871 год получение первой премии за картину «Отепель» на конкурсе «Общество поощрения художников», приобретение ее третяковым, повторение картины для великого князя, ожидание открытия первой выставки передвижников, таил радостные ожидания, но, как оказалось, он нес и неожиданные, тяжелые испытания. 10 февраля Васильеву исполнялся 21 год, и это влекло за собой немедленное и неукоснительное отбывание воинской повинности, что сразу рушило все творческие планы и надежды. Мещанское управо, которое был приписан Васильев, даже арестовало его на три дня, выпустив лишь под залог в тысячу рублей, которые срочно собрали друзья Кранской, Г.М. и Саидов. Васильев определился вольно приходящим учеником в Академию художеств, что давало освобождение от рекрутского набора. Но еще одна беда подстерегала художника. Легкая простуда, полученная им на катке, разыгралась в нешуточную болезнь. К весне стало очевидно, что из сырого Петербурга нужно срочно улежать в теплые края. Врачи поставили жестокий диагноз – туберкулез в горло и легких. Но усилили надежду в то, что сухой теплый климат принесет исцеление. В мае он уехал в имение графа Строганова Хатень, условившись летом встретиться там с Крамским. С надеждой на выздоровление, на скорую совместную работу со старшим другом Васильев покинул Петербург, не предполагая, что ему никогда не суждено будет сюда вернуться. С Крымом, с Ялтой, где Васильев оказался запятым болезнью и прожил два последних года жизни, связанного художника, много отрадных мгновений, но много и тяжелых, душевных и физических страданий. Положение мое самое тяжелое, самое безвыходное. Я один в чужом городе, без денег и больной, писал Васильев Третьяков с Коей по приезду в Ялту. Третьяков не раз откликался на отчаянные просьбы и высылал деньги в залог будущих картин художника. Васильев ехал в Ялту на средства Общества поощрения художников. Деятельное участие в его судьбе принял Дмитрий Григорович, известный писатель, художник-любитель, бывший в это время секретарем общества. С его помощью художник надеялся уладить свои непростые отношения с Академией, получить возможность на средства Общества поощрения, уехать для серьезного лечения за границу. По занимаемому положению, весу в академических кругах и в обществе поощрения художников, Григорович, казалось, мог помочь, но решительно ничего за два года полезнее художника не сделал. Ялта в начале 1870-х годов была маленьким живописным южным городом, обретавшим к этому времени черты модного курорта. Десятилетиям ранее Ливадийский дворец стал местом отдыха царской семьи. Город быстро разрастался, и приехавший в этот крымский Неаполь Васильев с иронией писал, «Ялта разрушила все авторитеты, и Америка перед ней, ничто, ноль, вся изрыта, вся завалена камнями, лесом, известью, дома растут в неделю. Да какие дома? Болезнь. Врачи месяцами не разрешали не только выходить на воздух, но даже переходить из одной комнаты в другую. Безденежье, скверное дешевое жилье, все это отравляло впечатление от Ялты и Крым. Конечно, Васильев не мог оставаться безчувственным и невосприимчивым к красоте открывшейся новой для него природы юга, но далеко не сразу он принял ее и впустил в свое сердце. Поначалу она показалась ему чуждой, излишне пышной и яркой для глаз северянина. Ее слишком долго эксплуатировали в заказных работах записные живописцы. Постепенно раскрывалась перед художником истинная красота крымской природы. Первое, к чему обратилось воображение художника, было море. Оно улекло своим бесконечным пространством, что всегда в степели, в бегущей дороге, в овских просторах захватывало художника, вызывало к жизни новые и новые картины. Вот и здесь, в стуе у Крымского берега, он выбирал в себя уходящую к горизонту дать. Наблюдал неостановимый бег волн, беспрерывную изменчивость их освещения и пытался понять закон их движения. Крамской, как и договаривались они раньше с Васильевым, не застав хотя ни своего друга, отправился к нему в Ялту. Позже, из холодного Петербурга, он писал Васильеву. Знаете, по правде сказать, я тут таки частенько вспоминаю точно сон пребывания моего в Крыму. Волны так и заворачиваются, так и шумят шельмицы. А Федор Александрович все их чертит, да по законам физики старается уразуметь. В рисунках, акварелях, крошечных набросках, этюдах маслом Васильев стремился остановить мгновение, воспроизвести бегущие, пенящиеся, вздымающиеся валы, но тут же, впрочем, замечал, что с натуры безошибочно написать или нарисовать волны невозможно, даже если владеть полным их оптическим или механическим анализом. Можно лишь полагаться на чувство и память. Удивительно, но точно так же объяснял свои взаимоотношения с морской стихией Айвазовский, утверждая, что никогда не пишет по натуре моря. Прибой волн оказался первой картиной на крымский сюжет и самым большим из Васильевских пейзажей. И тем не менее, художник жаловался, все-таки холст оказался меньше, чем нужно. Он стремился вместить в пространство холста безбрежность живого, движущегося, дышащего великана, воспроизвести грозную музыку волн. Как всегда, Васильев поставил перед собой трудную художественную задачу. Он выбрал для изображения момент перед вечером, когда освещение идет из глубины, из светлой полосы на небо, а на облака падают световые рефлексы от воды. Никакой броскости, никакого патентованного эффекта не допускал Васильев в картине. С некоторой долей иронии, свойственной ему, Васильев сообщал Громскому, что мастерскую его осчастливил своим посещением господин Айвазовский и сообщил, между другими хорошими советами, рецепт краскам, с помощью коих наилучшим манерам можно изобразить Черное море. Но Васильеву чуждые были приемы, которыми пользовался знаменитый малинист. Красочная маэстрия, уместная в живописи Айвазовского, никогда не могла стать методом Васильева. Наблюдая море в ясную погоду, в пасмурные дни, видя его штормящим, любуясь его величием во всякое время, он все-таки мысленно чаще всего переносился к картинам иных мест. Его душа и воображение бережно хранили образы любимой им природы, средней полосы России. Совершая прогулку по морю, он слышал плеск волжской волны, представлял ватагу бурлаков, и воображение возникало их песня. Ему милой были воспоминания о могучих дубах, что поразили его хотень. Представлялись высокие тополя, освещенные солнцем, тенистые лесные дороги. Ко всем этим мотивам, сюжетам, Васильев постоянно возвращался. Многочисленные наброски в альбомах оказались столь необходимым материалом, который помогал здесь, в Крыму, рождению картин, полностью связанных с такими дорогими ему местами. Но чаще всего мысль художника обращалась, казалось бы, таким странным пейзажем в природе бедной, лишенной малейшей эффектности, заболоченным, безмолвным ранином, с поднимающимися над ними влажными туманами. «О, болото, болото! Если бы вы знали, — писал он Крамскому, — как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия. Но ежели опять не удастся мне дышать этим приволем, этой живительной силой, просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут все, если возьмут это. Ведь я, как художник, потеряю больше половины». Он остро чувствовал поэтическое очарование неярких северных пейзажей. Картина, которую он отдался всей душой и которую начал писать вскоре по приезде в Ялту, изображала отнюдь не крымскую природу. Художник представил на ней утро болотистым местом. Отсылая ее в Петербург для участия в конкурсе «Общество поощрения художников», он назвал ее «Мокрый луг». Это картина воспоминания. Картина печаль по родному ему природе с севера, любви которой он оставался верен до конца жизни. В ней просто, ясно и немногословно Васильев выразил обобщенное представление о том, как видится ему сейчас в отдалении родной пейзаж. Из картины ушла условность, внешняя романтизация, которая присутствовала еще в первых его работах. Здесь нет резких контрастов цвета, эффектов освещения, но остались в картине важнейшие качества, искренность чувств, внутренняя взволнованность, которую ощущает всякий, кто останавливается возле нее и вместе с художником сопереживает тончайшие движения природы, ее дыхание. Не здесь ли таится предчувствие левитановских пейзажей настроения? Посылая картину в Петербург к Ромскому, который должен был представить ее на конкурс, Васильев испытывал сильное волнение и неуверенность. Смог ли он выразить в ней те чувства, что испытывал сам? Адекватна ли художественная форма тому образу, что создан им на холсте? Для Васильева крайне важно было участие в конкурсной выставке. Тому было много причин, только в сопоставлении с другими живописцами можно было понять, верно ли выбрано направление. Только непредвзятые суждения друзей и врагов могли помочь в оценке собственного труда, оторванные от художественной жизни Петербурга, от так необходимых споров на выставках, критики, художников и публики, вынужденный судить только сам свои работы, Васильев с требетом ждал письма Крамского. Принята ли картина на конкурс? Каково мнение о ней и у друга? А если она участвует в конкурсе, то взяла ли премию? Это была еще одна важная причина участия в конкурсе. Денежные дела Васильева были так плохи, что от получения премии продажи картины зависело очень многое. Можно было отдать растущие долги, расплатиться за квартиру, содержать семью, мать Ольгу Емельянову и младшего брата Романа, с самого начала болезни живших вместе с художником в Ялте. Получив картину, Крамской тут же отправил Васильеву письмо с глубоким, серьезным разбором ее. «Первый взгляд не в пользу силы», – писал он. «Она показалась мне чуть-чуть легка и не то, чтобы акваельна, а как будто перекончена». Но это был один момент. Во всем остальном она сразу, до такой степени, говорит ясно, что вы думали и чувствовали, что и самый момент в природе не сказал бы ничего больше. Эта картина рассказала мне больше вашего дневника. На конкурсе спорили между собой две картины – «Мокрый лук» Васильева и «Сосновый бур» Шишкина. Вот так прямую сошлись работы ученика и учителя и два разных понимания природы и противоположных восприятия ее. Объективная, ученым образом воспроизводимая природа у Шишкина и субъективная, из тончайших душевных струн, сотканные чувства взаимосвязи с природой у Васильева. Рассуждая, какой из картин отдать предпочтение, Крамской затруднялся сделать выбор, считая, что и та, и другая достойны первой премии. Столь различные и абсолютно правомощные оба взгляда на природу. Голосованием в обществе поощрения первая премия была присуждена Шишкину, вторая – Васильеву. Третьяков вновь оставил Васильевскую картину за собой. Но нужно заметить, что «Сосновый бур» Шишкина собиратель купил в галерею еще до открытия конкурса. Картина «Мокрый лук» Васильев не исчерпал тему, которая так волновала его воображение. «Не думайте, что это настоящее болото. Нет, настоящее – это впереди. А это только приготовление», – признавался он Крамскому. «Утро, рассвет, сосновое рощево болото, болото в лесу, осень». В каждой из этих картин Васильев ввел свою мелодию, искал абсолютную колористическую гармонию, индивидуальную тональность, вдумчиво разрабатывал естественные движения света. Не все из них художник успел довести до полного завершения. Занимающееся непогожее утро над топкой низиной написано в сложной, богато разработанной живописной системе. Плотные мазки художника то плавятся под кистью художника, то становятся прозрачными и почти бесфактурными, то черенком кисти он пробегает по поверхности полувысохшей краски, чтобы передать бугристость болотной топе. Желтовато-золотистым цветом облаков окрашено озерково в центре картины. Оно притягивает взгляд, и от него, от земли взор уходит в небо, где идет своя жизнь, неразрывно связанная с земной. Продолжается эта же тема, но получает свою эмоциональную и живописную интерпретацию в картине «Рассвет». Художник писал ее по заказу известного коллекционера и мецената Козьмы Солдатенкова. Это то состояние природы, когда ни крик птицы, ни шум ветра, ни голос человека не смеют нарушить предрассветной тишины. Только влажные туманы неслышно поднимаются над водой, травами, деревьями, вновь соединяясь с жизнью небесной стихии. В своей композиции «Сосновая рочь у болота» вызывает в памяти Саврасовскую картину «Восильный остров в Сокольниках». Таким же клином сосновый лес разрезает пространство. Но в пейзаже Саврасова все полно покоем и ясностью. Васильевский пейзаж таит в себе драматические конфликты. Они прочитываются в контрасте темной массы леса на фоне на редкость у Васильева ровно освещенного неба, в том, как беспокойно набегают друг на друга широкие маски живописи и в какой-то таинственной недоговоренности живописи. Она объясняется, быть может, неполной завершенностью картины, но в этой живописной недосказанности угадывается будущее движения русской пейзажной живописи. Так же, как это можно почувствовать в картине «Болото в лесу. Осень». Декоративная сила золотого цвета на фоне осенней синевы неба предугадывает и романтические эксперименты Куинджи и левитановские золотые осени с их живописной красотой и эмоциональной властью, захватывающей человека. К этой же группе болотистых пейзажей, писавшихся в Крыму, принадлежит и заброшенная мельница. Этот настоящий живописный шедевр можно считать особой главой наследия Васильева. Множество рисунков, сепий, в которых шел поиск композиции, уточнялись детали, предшествовали окончательному варианту картины. Все эти болота, что так любовно вынашивал Васильев в своем сердце, были желанными его творчеству. Но от него отвлекали царские и великокняжеские заказы, на которые уходила масса времени и сил. Они чаще всего творчески были неинтересны художнику, но от них нельзя было отказаться. Это была неизбежная, тягостная условность жизни. И кроме того, они давали надежду на деньги, в которых так нуждался художник. Для великого князя Владимира Александровича была написана картина «Горы и море». Вручая ее заказчику, Васильев заметил, что Владимир Александрович картинную остался очень доволен. Заказал еще четыре. Теперь я должен буду работать без увлечения, без желания даже. Все заказные картины по высочайшим желаниям составляли его мучения. Вид из реклика изображает вид из павильона царского имения «Левадинь» с фонтаном в центре. Как ни старался художник ввести хоть какой-то живой элемент в этот заказной вид, пейзаж казался казенным, скучным, малоинтересным для самого художника. Содержание Васильева в Ялте состояло из нерегулярно выплачиваемого пособия Общества поощрения художников, случайных продаж картин и тех надежд, что он возлагал на победы на конкурсах. В письмах Крамскому Григоровичу шли постоянные расчеты его долгов, которые всегда оказывались выше его доходов. Но вот особенность молодого характера. Когда он вдруг становился обладателем денег, заработанных таким трудом, он беспечно тратил их на модные галстуки, перчатки, новые костюмы. Он с удовольствием посылал дорогие подарки Софье Николаевне, жене Крамского в Петербург. Он легко поддавался на уговоры ялтинских торговцев и оставлял у них деньги в обмен на персидские ковры, дорогие вазы. И сам иронизировал над собой, что этими поступками он оказывает вещественную помощь несчастному торговцу. Ох-охо, сколько на свете персидских ковров, сколько вас, сколько мне определено судьбою выручить торговцев, жаждущих счастья при виде таких, как я, покупателей. Постоянное нездоровье требовало неукоснительного выполнения предписаний врачей, и они иногда были жестоки, как пытки. В течение нескольких месяцев, когда особенно обострелась болезнь горла, ему запретили разговаривать. Сохранились альбомы Васильева, в которых, наряду с рисунками и набросками, разговор-переписка с близкими. Художника постоянно наблюдал известный в Ялте доктор Олехнович, и не раз консультировал лучший терапевт России Боткин, лейб-медик, сопровождавший в Крым царскую семью. О Боткине у Васильева сложилось мнение не просто как о знающем враче, но как и о необыкновенно чутком человеке, все понимающем и умеющем усилить уверенность в выздоровлении. Но все чаще и чаще Васильева охватывало отчаяние, и он сам удивлялся, как в этом положении он может оставаться до сих пор точно так же мягок и добр с людьми, как и прежде, когда никакие мысли, никакие черные подозрения не гнездились во мне. В письме к Ромскому у него вырвалось горькое признание. Если бы вы знали, хотя бы наполовину, как мне трудно жить в этой проклятой Ялте, и тут же, словно собирая свою волю, он пишет, «Не подумайте, что это упадок духа, бесхарактерность. Нет, характера и сил у меня хватит навсегда. Это больше всего похоже на разочарование умственное». Вкруг общения художника в Ялте оказался весьма ограниченным, да и сам устремился избавить себя от необязательных знакомств. Тем более дорожил Васильев нечастными встречами с дорогими и духовно близкими ему людьми. Много значил день его приезд в Ялту осенью 1872 года Павла Михайловича и Веры Николаевны Третьяковых. От них можно было услышать мнение о картинах и с Павлом Михайловичем обсудить дело творческие. Он радовался встречам с художниками Михаилом Боткиным, Константином Филипповым, Айвазовским. Но с иронией писал, например, об ожидавшей встрече рождественских праздников в доме князей Трубецких. Людей вполне симпатичных. Однако он заранее знал, что будет скучать за карточным столом, разговорами, гостиной музыкой, когда все будут играть понемногу, легко и без особой души. Умевший тонко и глубоко анализировать поступки, характеры, обстоятельства, он видел нечестность, обман, вымогательство, с которыми приходилось сталкиваться ежедневно. Особенно это касалось тех, кто, как и он, приезжал сюда лечиться. Он признавался, что у него бывают минуты, когда он готов броситься вон из этого вертепа. Еще одна из тягостных сторон обручайших жизнь Васильева была связана с полной неопределенностью его положения, как незагонорожденного, не усыновленного отцом, не имевшего права носить отчество отца. Он болезненно переживал умизительную для него запись в паспорте, выданном Петербургской Мечанской управой в 1870 году, где он был записан как Федор Викторович. Ему нравственно тяжелы были длительные хлопоты по этому телу. Васильев ждал решения Совета Академии Художеств, о присуждении ему звания, от которого зависела его дальнейшая судьба, в частности, возможность поездки за границу для лечения. Но равнодушие чиновников и непонимание хлопотавшего за Васильева Григоровича так и не разрешили этой болезненной для художника ситуации. Академия Академия удостоила Васильева в апреле 1873 года званием почетного вольного общника, которое не давало ему никаких прав и преимуществ. И более того, Васильев опасался, что оно закрывало ему художественную карьеру. Ибо я уже не могу получить ни звания художника, ни звания академика, ни звания профессора, дающего действительные права мне, необходимые для жизни в России, для свободного, а потому и более быстрого усовершенствования, для выздоровления, наконец. С этими отчаянными словами и просьбой изменить положение Васильев обращался к великому князю Владимиру Александровичу в июне 1873 года. Он еще надеялся, что звание получения паспорта откроет ему возможность уехать лечиться за границу. Но просьба оказалась без разрешения. Все мое положение неотратительно. И с денежной, да и со всякой другой стороны, словно подводил он итог письме к Рамскому. Но, несмотря на тяжелую болезнь, нравственные страдания, частую из-за этого угнетенность духов, в периоды, когда болезнь отступала и облегчалось физическое состояние, вновь возникала надежда на выздоровление. Тогда Васильев неутомимо строил планы. Как он вырвется из ненавистной Ялты. Ему грезились поездка в Петербург, встреча с крамскими и друзьями. Представлялась возможность совместной работы. Быть может, в той же хотенье, где должны были встретиться художники еще летом 1871 года. А главное, от полного уныния спасала работа. Еще безграничная любовь и трепетное отношение к природе. Вечно прекрасной, вечно немной и холодной. «Я помню ясно моменты», – признавался он, – «когда я весь превращался в молитву, в восторг, в какое-то тихое и отрадное чувство примирения со всем, со всем на свете. Я ни от кого, ни от чего не получал такого святого чувства, такого полного удовлетворения, как от этой холодной природы. Да будет она благословенна». Постепенно открывалась перед ним красота южной природы. Когда он начал писать крымские виды, то искал в них не яркость красочных созвучий, а тонкие и сложные тональные световые соотношения, через которые лучше всего выражалась душа пейзажа. «Вечер в Крыму», «В Крыму после дождя», «Крымские горы зимой» – вот первые сюжеты его крымских работ. Не экзотическая яркость южных видов привлекала художника, но благородное величие горных пейзажей. В них он увидел то вечное, что присуще природе, ее суровую и торжественную гармонию. Даже в те долгие недели и месяцы, когда он не мог выходить из дома, он из окна мастерской наблюдал, как меняется их цвет, как оживают они ранее весной, как сложно, прекрасно и причудливо их освещение, солнечные или пасмурные дни. Горы стали тепло-розового тона и далеко ушли назад из своего прежнего места, заслонившись густой заясой весеннего воздуха, наполненной мглой. Такое точное и высокохудожественное словесное описание видимого в природе мог сделать человек не отстраненно наблюдающий, что происходит перед его глазами, а чутко сопереживающий все тончайшие изменения и само дыхание природы. Если написать картину, состоящую из одного этого голубого воздуха и гор без единого облачка, и передать так, как оно в природе, то я уверен, преступный замысел человека, смотрящего на эту картину, полную благодати и бесконечного торжества, и чистоты природы будет отложен и покажется во всей своей наготе. Человек благодарной души и чистых мыслей писал эти строки, бывшие для него не пустым звуком. Характер Васильева, его восприятие мира, природы, отношение к искусству, как к высшему проявлению творческого вдохновения полнее всего выражаются в созданных им произведениях. Но есть еще одна сфера, в которой личность художника во всей глубине, талантливости проявилась с абсолютной полнотой. Этой сферой являются письма Васильева, особенно его переписка с Крамским, сохранившая 63 письма и составляющая ныне целый тон. Она является собой уникальное свидетельство не просто дружбы двух художников, но абсолютного понимания ими друг друга. В письмах старшему другу Васильев полностью поверял свои мысли и сомнения планы. Это письма-дневники, письма-исповеди, в которых смертельно больной художник реализовывал свою потребность излиться до конца, написать сокровенное о том, что любовь к природе для него равна любви к Богу. Как в самой живописи, так и в письмах Васильева раскрывается его истинная поэтическая натура. Во многих из них мы находим ключ к более глубокому пониманию созданных художником пейзажных образов. Крамской высоко ценил обнаженную откровенность своего юного друга. Он восхищался одаренной натурой молодого пейзажиста и дорожил дружбой с ним. «Жизнь моя не была бы такая богатая, гордость моя не была бы так основательна, если бы я не встретился с вами», писал Крамской Васильев. «Вы точно часть меня самого», продолжал он в другом письме. «И хотя я старше вас, но это не мешает мне уповать, что я, несмотря на то, могу быть вашим товарищем». Последним прекрасным живописным аккордом стала картина Васильева «В крымских горах». Он торопился завершить ее к очередному конкурсу «Общество поощрения художников» и снова мучился сомнениями. «Я надрываюсь от сомнений за свои картины». Вот еще причина, заставляющая меня писать на конкурс. Он стремился быть в живописи в верном природе и был убежден, что картина не должна оскеплять каким-нибудь местом. Она не должна разделяться на цветные лоскутки. Главным, все объединяющим в живописной структуре картины, может быть верно взятая общая тональность. Чувством живописного тона в высшей степени обладал Васильев. «У меня до безобразия развивается чувство каждого отдельного тона». «Где я вижу тон, другие ничего могут не увидеть или увидят серое или черное место». То же бывает и в музыке. Когда музыкант до такой степени имеет развитое ухо, что его мотивы другим кажутся однообразными. Цветовое решение картины, подчиненная общему тону, заставляет почувствовать ее торжественную простоту и аскетичность. А ее образное содержание полно глубокого философского смысла, выраженного просто и специального нажима. Человек с его повседневными заботами, его жизнью есть малая частица великого мира и вечной природы. Вновь Васильев словно предугадывает те идеи, которыми будет питаться искусство следующего поколения. На конкурсе «Общество поощрения художников» картина вновь получила первую премию, подтвердив серьезность таланта Васильева и верность художественного пути, которым в одиночку шел 23-летний живописец. Грустно читать последние письма Васильева, какие-то мгновения еще не терявшего надежды и вдруг отчаянно осознавшего, что положение его безнадежно. Кроме мерзости и болезни на меня в Крыму не упало ни одного светлого луча. Разве только иногда забываешься перед натурой? Только ее грандиозность и красота доставляли мне действительно счастливые минуты. О самом последнем письме, которое он смог написать 25 июля 1873 года, он еще раз выразил надежду. Я все-таки думаю, что судьба не убьет меня ранее, чем я достигну цели. Через два месяца, 24 сентября, Васильев умер. Он ушел из жизни, далеко не успев сказать всего, что мог. Его последние картины не до конца осуществленные замыслы, та или возможности, готовые выразиться в новых, неведомых еще художественных открытиях. Сообщая Стасову о тяжелой потере, Крамской писал. Русская школа потеряла в нем гениального художника. Печальные и нежные слова написал Крамской в Париж их общему с Васильевым, другу Рейбину. Мир его праху. Да и будет память его светла, как он того заслуживает. Милый мальчик, хороший. Мы не вполне узнали, что он носил себе. И некоторые хорошие песни он унес с собой, вероятно. Редактор субтитров А.Семкин